здравствуйте в эфире программа о чем говорят в конце прошлой недели в сочи объявили имена победителей конкурса лидера россии все регионы пристально следили за ситуацией понятно в каждом держали как говорится кулаки за своих имена были названы и среди лучших самарец сергей печушкин несмотря на свалившуюся славу известность нехватку времени вы смогли к нам сюда приехать спасибо вам за это большое спасибо вам и у вас конечно от всей души поздравляем вот смотрите конкурс молодой если убрать патетику лидера россии да на самом деле ведь вот этот конкурс необходим и важен как стране в целом так и самим молодым управленцем да безусловно действительно этот конкурс очень важен он не только важен для того чтобы люди использовали так вот новое понять социальный лифт да но для того чтобы люди понимали в правильном ли они направлении развиваются двигаются да потому что лидерство это все таки такое понятие ну очень много книг по нему написано и вот сложно проверить и ты проверить это можешь только на людях опять же таки на таких же лидерах как ты сильный ты ли не лидер слабый ли ты лидер какие-то сильные стороны лидерства у тебя есть какие-то стороны слабые их нужно подтягивать и вот такой конкурс он как раз таки и помогает выявить эти свои сильные слабые стороны и понять правильно ли ты развиваешься или может быть развиваешься не туда трансформация человека когда он начинает заниматься лидерством она очень происходит очень серьезно поэтому этот конкурс очень важен для того чтобы мы понимали мы действительно лидеры мы действительно компетентные люди мы действительно правильно можем и с умом управлять людьми. Взвали все вот это на себя, то ли дорогой я пойду. Совершенно верно. Не заведу ли я куда-нибудь туда. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Ну и к тому же есть возможность использовать тот же самый социальный лифт. Потому что ребята получают предложение. Ребята рассматривают, ну, ребят, я говорю, и в себя в том числе, там, и всех участников конкурса рассматривают и представителей бизнеса, и представителей власти. Конечно же, это требует некой выкладки. Конечно, мы стремимся еще больше развиваться, потому что это мотивирует. Второй раз конкурс, правда. Насколько я понял, глядя на то, что в этом году происходило, карьера для многих не сама цель, потому что в большинстве своем многие и так довольно-таки успешные люди. Ведь, в принципе, и вы тоже пришли участвовать на конкурс, будучи руководителем крупной строительной компании, поэтому фирмы. Да, действительно, это так. Действительно, я пришел, будучи уже руководителем. Причем, интересно, я пробую, если телезрители не знают, путь довольно-таки у вас от плотника на стройке до руководителя строительной фирмы. Да, действительно, это так. В 2002 году, после того, как я пришел из армии, я действительно работал плотником-бетонщиком. Компания, она и ныне существует, это компания «Волга-Транстрой-9», и я принимал участие в строительстве жилого комплекса «Ладья». Для меня это был колоссально интересный опыт, и вот я постарался использовать опыт работы непосредственно рабочим уже в своей практике работы управленцем. Это очень важно, чтобы люди, которые управленцы, они слышали и понимали потребности и нужды именно рабочих. Это очень важно. Да, действительно, путь непростой. Путь тернистый, как я говорю, путь, постоянно требующий самоконтроля, контроля за эмоциями и постоянно требующий развития. А развитие – это время. Нужно выбирать время, постоянно его изыскивать для того, чтобы развиваться. Вы из тех солдат, которые смогли стать генералом. По суворовской дорожке так прошли. Как говорится, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Я стараюсь это все сделать, но я считаю, что путь, я еще нахожусь в начале пути, и путь предстоит еще очень длинный. Я не хочу, как это принято говорить, поймать звезду, потому что идет просто разрыв с реальностью, этого нельзя допускать. Нужно продолжать развиваться. Конкурс – это как оценка преподавателя. Очередная ступень. Очередная ступень, совершенно верно. Она не говорит о том, что все, парень, у тебя все хорошо, ты можешь расслабиться, теперь ты все, ты лидер, ты главный. Садись, вот тебе Мерседес, вот тебе кресло и все, и давай, управляй и властвуй. Нет, не так. Не получится. Если такой подход используют, то все откатится обратно к тем истокам, и реально все закончится опять где-нибудь на стройке обычным рабочим, это нет, это не работает. Нужно продолжать развиваться. На конкурсе было очень много сильных ребят. Были просто атомные ребята. И было 300 человек. И проводился такой интересный, ну не конкурс, можно сказать, эксперимент на эмпатию. То есть нам был дан доступ к электронному площадке для голосования, и нам задали такой вопрос. Ребята, а скажите, вот как вы считаете, кто здесь присутствует в зале, какая цель человека прийти сюда. И там были такие понятия, там, деньги, власть, развитие, карьера и общение. И вы знаете, как ни странно, большинство выбрало общение. То есть мы поняли, что люди туда приехали не просто стать кем-то, там, какую-то ступень карьерную. Повесить себе, я лидер. Повесить себе, я лидер, да, там, попиариться и так далее. Люди приехали пообщаться, посмотреть на таких же, как они. Обменяться опытом. Обменяться опытом, совершенно верно. Потому что, на самом деле, мы не всегда имеем доступ к 300 лидерам России. Вы представляете, это просто колоссально. Я каждый день общался, и я подходил к новым людям. И даже когда я сидел в кресле и слушал приглашенных для вручения вот этой вот, как говорится правильно, награды, я замечал в зале людей, которых не видел в течение шести дней. То есть я не всех 300 смог, не со всеми 300 поздоровался. Я даже не со всеми 300 поздоровался. И это, конечно же, может быть, с какой-то стороны упущение. Но суть в том, что нас очень много, 300 человек, и мы делились опытом. Есть ребята там, ни одно, ни два, даже есть три высших образования. Есть люди, которые знают несколько языков. И очень приятно с такими людьми общаться, потому что ты понимаешь, что если он смог, значит, и я смогу. И это тоже мотивирует. Я вот обратил внимание вообще, чем удивительен вот этот вот конкурс. Это ведь не только бизнес-план, да. Это, насколько я знаю, требовалось серьезной эрудиции. Знание истории, географии, литературы. Это я вот, кстати, специально для наших телезрителей говорю, чтобы они не думали, что так все просто. Вы знаете, действительно, это так. И действительно, ну, мы готовились. И поднимались учебники по географии за девятый глаз. И смотрел. То есть, такие вопросы, например, расположите проливы с востока на запад, расположите реки по полноводции. Это, на самом деле, не просто прочитать, какие реки у нас есть в России. Это надо понимать их еще, ну, как бы, можно сказать, характеристики, что ли. То есть, если ты в это ввязался, то изволь соответствовать. Совершенно верно. Совершенно верно. Это делается для того, чтобы, ну, люди понимали свою страну, знали ее историю, знали ее ресурсы, знали всех знаменитых лиц, там, грубо говоря, да, чтобы не сказать не то на публике. Это тоже очень важно. Мы же все развиваемся как? Деловая литература. Вот в рамках своей профессии нужно быть самым компетентным. Да, но при этом нельзя забывать про художественную литературу, нельзя забывать про историю. А история – это огромный пласт, это целая библиотека. Когда что? Люди порой положили свои жизни на то, чтобы описать некоторые исторические события, и очень приятно их читать. Я думаю, что даже если бы не стали победителем, вот сам процесс участия, само то, что вот организация к этому конкурсу заставила заняться самообразованием по совершенно различным направлениям, это уже плюс для любого участника. Да, совершенно верно. Действительно, самообразование получило такой некий прогресс, то есть некий толчок для того, чтобы дальше развиваться. И вы знаете, я был удивлен, что ты начинаешь читать, и ты реально забыл. Ты не помнишь. Ты эти знания поднимал в школе, в институте, но ты уже забыл. И ты обновляешь этот пласт, и ты понимаешь, что, возможно, и какие-то вещи еще могут быть забыты, которые нужны, и надо ведь возвращаться назад и читать. Постоянно, на самом деле. Никогда не останавливаться на достигнутом. Я думаю, что вы к этой мысли тоже уже давно пришли. Вот смотрите, в этом году в число наставников вошел глава региона, насколько я знаю, Дмитрий Игоревич Азаров. Плотно сотрудничали, насколько я понимаю. Да, Дмитрий Игоревич Азаров является наставником. Причем, что почетно, при открытии страницы наставников, Дмитрий Игоревич на первой странице, поскольку фамилия начинается на А. Это очень приятно, потому что люди видят и понимают, что приехал губернатор. На самом деле было пять губернаторов. Это очень почетно. То есть такое внимание... Всего пять, я бы так сказал. Вы знаете, я бы сказал, что пять – это много, потому что у нас в стране очень много проблем. И когда люди оказывают такое внимание именно кадрам, то это очень импонирует. Значит, что еще хочу сказать про Дмитрия Игоревича. Вы знаете, у нас несколько групп создано, ну, там, финалисты, лидеры и так далее, в различных мессенджерах. И мы постоянно с ребятами общаемся. Вот что я увидел? Так я увидел то, что Дмитрий Игоревич интересен не только тем, кто с Самарской земли, а он интересен тем, что он хороший управленец очень, очень сильный лидер. И очень много ребят писали, что были очень довольны тем, что познакомились, были очень заинтересованы общением с Дмитрием Игоревичем. Дмитрий Игоревич уделял очень серьезное внимание. Он проводил с нами несколько встреч, несколько дней был на конкурсе. И встречался и с нами, и встречался еще с ребятами. И практически до глубокой ночи были разговоры. Не только мы слушали, но и губернатор слушал, и нас, и делился. То есть это была такая встреча, как сказать, без галстуков. А для главы региона и для нас это очень важно. Мы понимаем всю суть, понимаем всю эту социальную ответственность, знаете, и понимаем, что мы сидим и разговариваем с лидером, с действительно лидером, который проделал посмотреть его путь. Вот это тоже, понимаете, на самом деле очень сильный человек, очень сильный лидер. Поэтому, Дмитрий Игоревич, огромное спасибо за тот опыт, которым он поделился. Еще раз повторюсь, мне очень приятно, что нашим регионам интересуются ребята из других регионов. Ну, глядишь, к нам и приедут свои тоже знания здесь применять на практике. Хорошо, вот вы сказали по поводу социальной ответственности. Я где-то читал, у вас интересный проект был, связанный с пенсионерами, как раз на конкурсе. Да, у меня социальный проект был рассчитан как раз на людей пенсионного возраста и на их досуг. Вроде кажется, ну что такое досуг, в театр сходить. Но когда человек одинок, для него это тоже мероприятие. Здесь имеется в виду не прикованный к креслу или прикованный к постели, а здесь именно досуг для пожилого человека. Вполне бодрого себе, здорового. Который может передвигаться самостоятельно. Мы очень тесно поработали с Самарским советом ветеранов Самарского района. Они нам тоже помогли с представителями, с пенсионерами. И знаете, что важно? Вот я не думал, что получить от них улыбку для меня будет так вот... Ну, такое удовольствие вызовет. Понимаете? Мы сходили в игровые автоматы. Вот казалось бы, да, вот Печушкин, куда ты... Ну, зачем ты это делаешь? Ну, вроде игровые автоматы. А люди, понимаете, душа-то молодая, они играли и улыбались. И они смеялись. И на самом деле вот этот заряд позитивной энергии для них и для меня, мне кажется, это будет такая позитивная энергия, которая их прокачает. И им не так будет грустно, например, дома. Потому что что такое старость? Старость – это в первую очередь одиночество. Зачастую бывает так, что люди остаются одни. Внуки вырастают, уезжают. Семьи распадаются, потому что кто-то уходит впервые. Ну, это жизнь, от этого никуда не денешься. Но важно тоже поддерживать людей. Потому что когда ты один, ты замыкаешься. Ты замыкаешься, начинаются плохие мысли. Этого нельзя допускать. Людей нужно помогать. Быть, чтобы они были здоровыми. Медицина однозначно. Но и досуг тоже должен быть. На самом деле, замечательно затронули тему и аспект. Потому что мы привыкли, что мы бросаемся, в первую очередь, помогать людям, которые оказались в сложной ситуации. Да, пожилым, прикованы к постели, не могут двигаться, больные и так далее. И зачастую забываем про других здоровых совершенно, но действительно одиноких пенсионеров. А мы должны оказываться рядом с ними. На самом деле, хороший опыт, наверное, хорошее начинание. Подсказывают, времени мало. Вот смотрите, я слышал о других участниках. Этот конкурс, он отличает такую всестороннюю оценку. Участник как руководитель и как личность. Я вот просто процитирую. После испытания тебе присылают отчёт о том, что у тебя хромает, а что получается. Даже присылают литературу, которую надо прочитать, чтобы поправить некоторую компетенцию. Или вам, как лидеру, ничего не присылали? И вам тоже присылают. И нам, и мне всем присылают эти отчёты. На самом деле, это действительно труд. Ведь есть практики, методики оценки. И действительно показываются слабые стороны. Ведь очень важно развивать сильные стороны и подтягивать слабые. Даже, наверное, слабые важнее, чтобы человек был многогранен. Вот несмотря на то, что там социальная ответственность, у меня была немножко пониженная. Сейчас по итогам куркуса я посмотрел отчёт. Уже выше. Несмотря на то, что это социальный проект. Но, тем не менее, проскакивают мысли, видимо, у меня такие, что позволяет немножечко понизить оценку социальной активности, социальной ответственности. Надо поднимать. Есть литература, которую нужно почитать. Нужно, грубо говоря, больше общаться с людьми. Не замыкаться. То есть, это тоже есть. И это всё в отчётах. Серьёзно, как за вас там за все взялись. Но, в принципе, действительно, мы начали с того, что государство – это архиважно. Я имею в виду, выращиваться, чтобы таких людей, чтобы таких лидеров, как вы, становилось больше. Станет вас много. Это и прорыв какой-то там у нас вперёд. Да, совершенно верно. Лидеров нужно воспитывать. Лидеров нужно готовить. Некоторых лидеров нужно адаптировать. Воспитывать – это очень правильное слово. Вот что я заметил, проводя урок в школе? Я заметил и увидел глаза полные интереса. Им интересно, как стать таким. Они все… Ребятишки в 11 классе молодые. Юношеский максимализм. Всё получится. Ну, им тоже страшно. Им тоже страшно, да. Им хочется вот… А как? В чём секрет? Вот как сделать так, чтобы стать таким? Я считаю, что каждый родитель, каждый преподаватель, мы сами, общаясь со своими детьми и с детьми наших друзей, мы должны своим примером показывать лидерство. Показывать, что надо, что не надо. Адаптировать детей к жизни. Возможно, в школах, может быть, какие-то будут… Ну, не уроки, может быть, какие-то будут встречи с какими-то действительно сильными ребятами. Чтобы было видно. Вот школа, вот институт. Чтобы пример был перед глазами. Был пример, совершенно верно. Чтобы они понимали. Потому что мы вот разбирали тоже кейсы. Мы пришли к такому выводу, что многие люди не мотивированы тем, потому что они либо не знают доступ к ресурсам, либо боятся. А боятся почему? Потому что социум такой окружает. Потому что такой сложившийся стереотип и так далее. Всё это надо рушить. Нужно выходить и… Знаешь, должна быть цель в жизни перед каждым. Большая, глобальная или маленькая. Но цель в жизни должна быть. И тогда всё у каждого, мне кажется, получится. Последняя совершенно птичка на хвосте принесла. Вас в соседний регион позвали. И на очень хорошую должность. Да, действительно. Был разговор. Было предложение. Поскольку я считаю, что моё место здесь. И я сам в Самаре проживаю. И люблю Самару. Я остаюсь. Я вежливо извинился и вежливо отказался от этого предложения. Потому что здесь тоже очень много хлопот и дел. Здесь нужно Самарской земле. Нам Самарскую землю нужно поддерживать, поднимать, развивать. У нас очень перспективный регион. У нас очень красивый город. Я как человек, который объездил половину страны, начиная от севера, заканчивая крайний город, на востоке у меня был Хабаровск. Я очень много городов видел. Вы знаете, у нас очень красивый город. Да. У нас едешь в аэропорт и смотришь, как Волга, Волга, Жигулевские горы наши. Вы знаете, это просто красота, которой нет. Есть люди, которые живут в городе в лесу, например. У них другое мироощущение и другое. Но у нас такие красоты. У нас такие возможности. У нас космос, автомобилестроение. Мы добываем нефть. Но у нас колоссальный регион. Спасибо вам за эти слова о нашей любимой Самаре. Вот от меня искренне. Спасибо и удачи. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.